На следующем уровне, собственно, в коллективе мы общаемся и мы можем делиться. Доброта была заложена еще у астралопитеков, которые выходили в Саванну, потому что там было нездорово как бы, и там обязательно кто-то кого-то мог прибить, поэтому надо было не между собой драться, как шимпанзе, у которых было деморфизм сумасшедше, там полтора-два раза, да, там с самцов здоровые клыки, у самок маленькие, а у астралопитеков с самцов самок одинаковые, вот, потому что не надо уже быть злобным, надо друг другу помогать, и тогда все будет лучше гораздо. Ну и, допустим, вот там череп, да, неандертальцы, уж на что они злобные упыри были, ну вот женщину кто-то тюкнул по голове, череп-то пробил, а потом кто-то пару месяцев ее лечил, вот, и забота есть, но замечательно, что у разных видов людей это было не одинаково, и, например, у нас есть примеры, когда сапиенсы заимствовали типа орудие у неандертальцев, вот это неандертальское, это сапиентное, да, но у нас почти нету примеров, чтобы неандертальцы что-то заимствовали у сапиенсов, вот, то есть мы, заимствовали, мы друг другу помогали, мы гораздо больше общались, и вот мы здесь сидим, а неандертальцы дружали друг другу в основном, и ничего не заимствовали, и их больше нет с нами, ну там 2% у нас там есть их, да, но как бы небогато, вот, и дальше вот начинается, допустим, в арене кандиде на одном скелете, там штуки принесенные с юга, с севера, с запада, с востока, то есть видно, что там контакты были очень широкие, и в раме-то вот там 2 скелетика, да, из них один с хондроплазией, с карликовостью, и тем не менее дожил там лет до 25 примерно, там плюс-минус, вот, и никто его не шпынял, у него не было пищевого стресса, судя по полете залогическому анализу, и в могилке еще в обнимку с девушкой оказался, вот, ну так что его любили, как бы, всю жизнь его поддерживали, это наша сапиентная черта. Семейная структура тоже определяется нашими прошлыми временами, вот, опять же, начиная там с австралопитеков, и там, и дальше, там, опять же, у неандертальцев, гильдбергенцев, там, у кого угодно, если мы будем смотреть, то для нас характерна самцовая филопатрия, или, что-то же самое, патрилокальность, то есть когда самцы более-менее остаются на месте, а самки переходят из группы в группу. Такая же система, что характерна и у горилл, и у шимпанзе, и, видимо, эта фишка характерная для, в принципе, человекообразных приматов. Что отличается от матрилокальности у павианов, ну, всяких мартышкообразных вообще, в принципе, и повлияло на всю нашу эволюцию, потому что, если переходят самки, они учат детенышей, детеныш учат других детенышей, а те, как учатся взрослые, и инновации передаются из группы в группу. Вот, это хорошо. А если переходят самцы, как у мартышкообразных, то они переходят, но они никого не учат, ну, вернее, у них никто не учится, как бы, они злобные, как бы, нафиг надо. Вот, и, соответственно, у них повышенная агрессивность, потому что приходит самец в чужую группу, он должен завоевать свое место в этой группе, он должен всем, как бы, показать, какой он крутой. Ну, и повышенная агрессивность, никого обучения, инновации не передаются, и они до сих пор мартышкообразные, а мы уже люди. Вот, так что, вот эта вот самцовая филопатрия, она же патрилокальность, повлияла на всю нашу эволюцию. Ну, почему сложилось когда-то так и сяк, это вот вопрос. Я считаю, что мартышкообразные, они мелкие, и там самкам было, как бы, нехорошо перемещаться на большие расстояния, их кто-нибудь по пути бы сожрал. А здоровый самец может это сделать. А человекообразные жили в густых лесах, они лазали где-то по деревьям, хищников там древесных не было, и там и самки вполне себе могли. Понятно, что есть миллион исключений, в частном случае может быть что угодно, причем на дальние расстояния переселяются как раз мужчины, на самом деле, когда там, не знаю, Америку надо открыть, допустим, да, там мужики поплывут, вот, но поскольку большинство-то это не Колумбы и не Магелланы, а где-то на местности сидят, вот, там вот эта патрилокальность вполне себе срабатывает. Ну и на еще большем уровне у нас возникает любовь, которая, вообще-то, с самого начала крайне древняя штука, которая возникла, бог знает когда, опять же, у бактерий, то есть это вот хеморецепция, и у нас она так хеморецепторно и, в общем-то, и работает. Ну, определить это можно как привязанность и устремленность к другому индивиду, окрашенную положительными эмоциями, ну, в общем, любовь-то может быть разная, но мы говорим такую про нормальную любовь, и определяется она, опять же, базовыми всякими штуками в мозге, то есть и в том же самом гипоталамусе, про который сегодня уже много говорилось, да, и в всяких там этих подкорковых ядрах в конечном мозге, но в отличие от, все же таки, бактерий, у нас есть и новая кора, и в какой-нибудь там островковой доле это уже новая кора, и если посмотреть на мозг человека, который кого-то любит томографически, то у него лампочки загораются в самых разных местах на этой коре, и говорительные, и слухательные, и всякие там эти двигательные, и тактильные, там шупательные, да, и там распознавание людей, и зрительные, и там все подряд, вот, так что видно, что у нас с одной стороны это определяется крайне архаичными элементами, которые работают, там, не знаю, у рептилий каких-нибудь рыб, а с другой стороны добавляются высшими, и одно без другого быть не может. Если что-то мы убираем, то получается фигня, если мы убираем новые функции, то у нас получается работа как у рыбки, опять же, да, там вот химический сигнал пришел, люблю, не пришел, не люблю, или там другой какой-нибудь пришел, вот, а с обратной стороны, если бы у нас была только работа новой коры, то это психопаты, которые не имеют эмоции, которые просчитывают, это деньги зарабатывают, это не зарабатывают, значит, этого люблю, да, Но слово «люблю» уже теряет смысл. И человек, чем и замечательно, что у него сочетание и древних вот этих структур, и новых структур, и они друг друга уравновешивают. Ну и тут мы доезжаем до новой коры конечного мозга, которая уже вот на высшем уровне всем этим заправляет. По функциям новой коры есть прекрасная закономерность. Чем проще функция, тем более четко она локализована. Ну если, например, задача двигать левый мизинец, там будет несколько нейронов где-то там в предцентральной извилине, вот они будут двигать. А если это надо там опять же любить родину, то там вообще вся кора будет действовать. Так что какие-то структуры можно как бы определить, какие-то функции в структурах, а какие-то практически не удается. С другой стороны, опять же, вот эксперименты тоже там и дельгады и прочих. Если мы подтыркаем, например, электродиком в эту самую предцентральную извилину, двигательную человек, например, в процессе эксперимента поднимает руку, а он сознание, его спрашивает, а что ты поднял руку? Он говорит, я захотел. Он искренне захотел поднять руку. А мы-то знаем, что это мы ему электродиком подтыркали. Поэтому если вдруг вы что-то искренне захотели, то подумайте, для этого гобная доля есть, вы ли это захотели, или вам кто-то хотя бы виртуальным электродиком потыкал. Это как большой вопрос. Ну и, собственно, уже на совсем-совсем высоком уровне у нас возникает чувство прекрасного и осознание взаимосвязей вокруг нас. То есть, когда мы с методом работы, работая со своей новой коры, отличаем что-то от мирового хаоса. Ну или в пейзаже, например, вот какой-то столб стоит, прикольно. Вот в Амуде давайте там поселимся, где прикольный столб. Там неудобно жить, пещера так торчит, что туда фиг залезешь. Но прикольно как бы. Или вот там суперсимметричное орудие давайте делать, или украшать себя, или хотя бы астралопитейки нашли прикольный камушек, который там на рожицу похож, тоже как бы не такой, как всегда. А можно создать своими руками или звуки, или образы, или вот прямо тактильные даже фигурку пощупать можно. Ну, брасимпой она, правда, вот такого размера, но можно. И когда вот что-то такое вот необычное, нестандартное, там суперсимметричное и так далее, и так далее, мы видим, что такого быть не может как бы, да, у нас мозг начинает работать, как так оно получилось. И возникает чувство, опять же, прекрасного, что согласуется с тем самым удивлением и юмором, и всем прочим мы радуемся, нам хорошо, у нас эндорфинчики выделяются, нам приятно. Ну и, собственно, вот на данный момент мы приехали к такому состоянию, и, что характерно, дальше мы пока еще не уехали. То есть наш мозг, который сформировался, ну, сформировался вот там миллиарды лет фактически, да, там, ну, еще там с бактерий, и доехал вот до кроманьонцев, где-то 50, как минимум, тысяч лет назад, а, скорее всего, чуть пораньше, дальше пока еще не уехал. Вот, скорее, немножко как бы назад отъезжает. Вот, а, ну, у нас мозги за 25 тысяч лет уменьшились на 150 грамм. Так что пока новой высоты мы еще не взяли, и пока еще не можем представить, какая бы эта высота могла быть. Так же, как какая-нибудь лягушка не может себе представить работу новой коры, или там, не знаю, концепцию шерсти, да, вот, так вот и мы не можем представить, что еще мы можем из своей нервной системы выдавить, как бы, и на какой новый уровень там подняться. Ну, вот, ну, мы можем там фнозировать какую-нибудь там убогую телепатию, там, что-нибудь такое, да, но у нас так есть телепатия, в принципе. Вот я сейчас говорю и свои мысли передаю, оно и есть, в общем-то. Так что, ну, там, только звуковыми волнами или какими-то еще, это дело десятое. Вот, но дальше пока мы не можем, потому что, ну, пока вот так, на таком мы уровне, а наверняка этот уровень есть. И наши потомки, какие-то там сверхдалекие, да, там через, не знаю, миллион лет, вот, как-то там, опять же, телепатируют друг другу, что вот были какие-то сайпенсы, такие убогие, примитивные, еще что-то типа рыб такие были, ну, вот, ну, как-то там не особо от зверенечивших различались, ну, вот, а мы там, ого, вот, скажут они, ну, или не скажут, а как я там подумаю, да, будет и Солярис какой-нибудь из этой серии, вот, но это будет потом. Для того, чтобы это свершилось, надо вести себя хорошо. Для начала надо не вымереть, надо не перерасходовать ресурсы планеты, то есть как-то маломальски бережно относиться к окружающей среде, не плевать под ноги, не материться матом, и тогда все будет хорошо. Спасибо за внимание.